экологический коллапс это когда жить уже на земле будет невозможно и мы с вами видим что мы к этому идем быстро просто семимильными шагами каждый год климат ломается вот в этом году на давосском форуме выступил 90 с чем-то летний там самый старый участник и сказал господа прекратите говорить о деньгах на только на протяжении одной моей жизни я вообще вначале не думала климате а сейчас я понимаю что в этом климате уже нельзя жить растут температуры катаклизма политики климатические нарастают с бешеной скоростью и мы быстро идем к ситуации когда температура станет уже такая что свернуться белки и перепрекратиться жизнь белковых тел на планете когда кислород уже сейчас упал до содержание в среднем меньше 16 когда был 21 когда у нас практически исчезают вода и продовольственная база рыба в океанах осталось меньше пяти процентов по сравнению с тем что было 50 лет назад коллапс это когда климат станет невозможным для жизни человека с человеком будет покончено как с биологическим видом вот это климатический коллапс а что касается первой части вашего вопроса напомните мне пожалуйста да я я помню я хотела услыхать до точную формулировку ну я сказала что все проблемы мира от того что там маленький процент владеет львиной долей богатств как эти ребята сумели это сделать очень просто манипулируя сознанием людей изменяя это сознание превращая в статус рабов разными совершенно способами и таким образом люди с измененным сознанием практически сейчас 90 процентов населения или даже больше это зомби которые работают на эту вот олигархическую верхушку почему это вызывает непосредственно экологический коллапс ну давайте посмотрим как устроена наша социальная иерархия кто у нас наверху олигархи откуда они взяли большие деньги из земли это так называемые сырьевые компании сильно гордыми ходят руководители газпрома роснефти золотые и так далее не только у нас кто это такие телево не землеубийцы они по существу разрушают планету на которой мы сидим получают гигантские деньги благодаря этому получают медийные возможности административные превращают людей в идиотов чтобы они вот подчинялись этой уродливой системе и правят миром почему это непосредственно вызывает экологический климатический коллапс во-первых нельзя землю без конца потрошить у нас в отвалах вот то что мы достали из земли и бросили в качестве шлама лежит до 90 с чем-то процентов того что мы хотели добыть но вот не можем просто из этих хвостов вытащить это первое второе все время можно думать о том что добыть как-то зеленую энергию не потрошить недра вообще нефть не для для нас откладывала земля для себя мы вы теряем смазку между тектоническими плитами мы получим такое что мало не покажется и сейсмическую активность и так далее кроме того напрямую олигархические структуры на чем они держатся на обществе потребления любые капиталистические так сказать структуры вот банковские там финансовые промышленные они держатся на объеме продаж и на росте экономики потребляй 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 общество потребления это смерть планеты просто смерть причем олигархический режим создает сверх потребление на своем полюсе сверх богатом и колоссальные проблемы на полюсе нищим потому что нищие люди и браконьерствуют и неправильно утилизируют мусор и разрушают леса там чтобы выжить и ловят рыбу краснокнижных животных других там чтобы как-то не умереть с голоду и наконец люди на вот нищим полюсе они неграмотно они не понимают многих вещей которые разрушительны для экологии он будет там тебе мыть машину в реке и что угодно делать сбрасывать мусор как делает это китай в тихий океан с россии ситуацию с экологии россии самое тяжелое самое позорное я бы сказала для русских постыдное мы действительно гигантская страна с богатейшие ресурсами не только которые в земле лежат но и с богатейшей землей вообще наконец мы очень интеллектуальный народ мы сейчас в очень жалком состоянии мы работаем как экологический донор мы закрываем по существу своим телом свои чужие прорехи посмотрите что происходит китай раскрутив гигантскую вот эту свою промышленную революцию обеспечил число вот объем выбросов углекислого газа первый в мире вообще от чего мы имеем климатический коллапс от того что у нас гигантские выбросы углекислого газа в атмосферу парниковых газов сейчас достигло 400 ppm то есть критического значения выброс углекислого газа в атмосферу с этого порога начинаются катаклизмы торнадо смерчи невиданные снегопады пусть не врут телевизионщики что не было такого снегопада 70 этого никогда не было такого снегопада за всю историю наблюдений дальше будет только хуже итак смотрите что делается есть понятие экологического долга страна территория какое-то время может жить используя ресурсы земли воду площади для отбросов там я не знаю ископаемые ресурсы лес и тогда от земля будет это залечить так вот залечивать она будет не до бесконечности и вот в какой-то момент наступает баланс мы берем больше чем она может уже переварить это вот отсюда и происходит понятие экологического долга когда люди начинают жить в кредит они начинают черпать из среды а среда уже не восстанавливается сейчас экологический долг в некоторых странах наступает раньше был в декабре а сейчас вообще в до августа и вот мы спонсируем тех кто не может это делать вернемся к китаю сальше делает китай он проводит свою индустриализацию под девизом сначала экономика экология потом я не знаю чем там вообще люди думают и кто восхваляет этот великолепный рост китая до сделали они мощную там высокотехнологичную промышленность до построили несметное количество мостов дорог и так далее они не отчищенные сбросы кидают в речке у них воды нет поэтому они лезут на наш байкал да это капля в море наш байкал они его вычерпают они загубят байкала все равно не напьются потому что китай из космоса уже не виден он закрыт шапкой китай в десять раз имеет больше рака чем прочие в среднем по миру и никто не говорит какой ценой достигается вообще это экология экономическое процветание китая они выбрасывают мусор в тихий океан там уже острова размером соединенные штаты вы знаете есть хороший образ можно придумать когда они уже полезли стричь нашу тайгу за еще получается безвольная совершенно плохо управляемая россия которая не отслеживает совершенно свой национальный интерес за взятки чиновники отдают на растерзание эту тайгу вот возникает такой образ когда еще живое тело россии начинает разрезать на органы вот вырезают там и не знаю что вырезает когда рубят сибирскую тайгу легкие а китайцы что не понимают что им нужен кислород не понимают не понимают мы получили такую интересную картинку что миром управляют люди без мозгов вот так я бы ответила на ваш вопрос но я хотела бы добавить что противостоит этому не государственные структуры но есть у нас теоретический комитет по природным ресурсам заметьте как называется в государственной думе ресурсом а кто природу будет защищать приезжайте в беларуси там в каждом городе много с ними работаем висит плакат я люблю беларусь посмотрите как содержит свои леса и озера лукашенко а у нас все под нож вот именно это вырезание органов вырезаются леса вынимается вода это все равно что кровь выпить из живого тела вода это кровь вообще организма живого что это такое вообще у нас нет государственных организаций которые бы за это отвечали а коррупция идет в такой разнос что невозможно за взятки все продается и я бы хотела сказать такую простую вещь мы экологи вот политические экологи нужны смертью так сказать жизненно нужны всем абсолютно включая олигархов за ведь что происходит совершенно недавно на борту самолета у него умерла дочка английского миллионера ей было по-моему 15 лет она умерла от аллергии ну и забери все свои миллиарды а стив джобс руководитель этой фирмы суперфирмы apple он умер от раков 56 лет ну возьмите свои миллиарды и выложите с ними в гроб значит аллергия рак это болезни грязных сред бесполезно с ними лечиться какими-то лекарствами надо чистить воздух воду ну все почвы такая организация как green peace она вообще используется как инструмент такой конкуренции она они вам будут рассказывать что нельзя добывать нефть на шельфе россии но и можно америке можно они вам расскажу что вредно добывать сланцевый газ но при этом они отутюжит американцы донбасс и зачистит его только потому что там месторождение сланцевого газа и по контракту с фирмами американскими надо платить компенсации тем кто там живет и чьи дома будут разрушены ну так если их разбомбить и убивать так и платить не надо и сланцевый газ будет выгоднее то есть вы понимаете там все равно присутствует коммерция еще раз повторяю олигархический режим заточены только на прибыль только на барыш здесь и сейчас это совершенно безумная политика то есть миром управляют безумные люди по существу природа убийцы поэтому оказать им сопротивление это вообще жизненная позиции главное занятие тех кто хочет жить по существу надо создавать партию жизни движение жизни вот это наверное главное если понравилось это видео ставим лайки делимся в соцсетях подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того чтобы не пропустить новых видеороликов минус меню точка и и Продолжение следует...